Вера и любовь. Связаны ли как-то между собой эти два понятия? Если связаны, то как? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина. Очень рады вновь приветствовать вас, когда мы собрались для того, чтобы продолжить обсуждение Евангелия от Луки, которое мы вновь посвящаем 30-летию телекомпании «Три ангела». Очень рады, что за 30 лет Господь нас подвел к таким итогам духовным, которыми мы с огромной радостью делимся с вами, в которых мы развиваемся, познаем Господа глубже, больше, прямо во время наших встреч. Итак, мы с вами в 9 главе Евангелия от Луки. Мы в прошлый раз начали говорить о событиях 9 главы с точки зрения того, кто будет жить вечно. И многое у нас было, как бы сказать, от противного. То есть, к сожалению, наша натура, так же, как и натура учеников, такова, что легче сказать, какие наши черты не позволяют нам жить вечно. Но очень ободряет то, как нас Господь выводит на вечную жизнь. И сегодня как раз вот такое обсуждение. И сегодня, как вы слышали, как мы заявились вначале, речь пойдет о вере и о любви. Ну да, это очень важные, наверное, самые важные вещи, которые мы должны иметь. И веру, и любовь. Ну еще и мудрость, конечно, потому что без мудрости можно наделать дел таких, что будет казаться, что это любовь на самом деле. Но мудрость ведь вот нечеловеческая. Конечно, да. Именно мудрость от Бога. Точно так же, как и любовь от Бога, как и вера от Бога. Все от Него и все к Нему. Ибо там сам Христос сказал как-то, что вы без меня не можете делать ничего. Как вот ветвь на лозе, так и вы на мне, что ли, во мне. То есть все доброе исходит от Бога, от Отца Светов. И поэтому и спасение так же, и то, что мы имеем и любовь, и веру, и пользуемся ими, что ли, и живем ими. Это нас приводит к тому, что открываются врата неба. И мы входим в Царство Божьего. Для нас вот таких вот несовершенных, таких, ну, очень даже неприглядных бывает. Все равно открываются врата неба, да? Ну да. Но Господь ведь помогает нам избавляться от этого. И Сам избавляет от этих черт. Есть даже такое выражение, когда говорят, да, когда я смотрю на себя, то думаю, как я могу попасть в Царство Небесное. Но когда я смотрю на Бога, то мысль такая, что я не могу не попасть туда. То есть самое главное, куда направлены наши взоры. Или на Христа, или же все-таки на себя. И на что смотримся, в то и преображаемся. Ну, как и в Евангелии написано, вернее, в послании у Павла написано, что и чувства, и мысли Божьи, все это Господь вкладывает в нас свое, то есть свое качество, что ли, с характера, свою любовь, свою веру. Он нас пытается вложить, и кто открывает для Господа двери в свое сердце, тот получает эти дары от Бога. То есть вот вновь еще раз хочется вот эти слова ободрения сказать, что не надо взирать на себя, не надо взирать на свои ошибки, потому что это не от Бога. Вот наше сосредоточение на том, какие мы плохие, или кто-то какой плохой, или кто-то насколько несовершенный. На Господа надо взирать, что сегодня и будем мы с вами делать. На Господа взирали ученики, о чем мы читали с вами в 9 главе. Они учились от Него, как вести себя с людьми, как использовать свои духовные дары, которые, опять же, Господь им даровал. И им хотелось следовать за Ним во всем, во всем ему подражать. И некоторые думали, что они уже многому научились. И мы с вами видели, как попали в просаг два брата, когда подумали, что уже научились в Христа, правильно, Яков и Иоанн, да, два брата апостолов, апостолы. Оказалось, что Иисус им сказал, вы не знаете, какого духа в итоге, в результате их предложения. То есть многому-многому еще предстоило научиться и ученикам, а тем более и нам с вами, когда мы Христа живым, то есть во плоти не видим рядом, а только Духом Святым с Ним общаемся. Поэтому, конечно, для нас очень важно правильно вот эти уроки из Евангелия применять к себе и правильных понимать. И вот мы с вами остановились на 57-м тексте в Евангелии от Луки 9 главы. Случилось, когда они были в пути, то есть ученики, Христос и апостолы. Некто сказал ему, Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Вот нет какой-то такой резкости, может быть, даже грубости какой-то в ответе Христа? Ну вот может так показаться на первый взгляд, когда вот так считаешь эти слова. В нашей культуре да, может быть. Но мы должны помнить, что это 2000 лет назад написано, и культура там совершенно другая, и что считалось резким, может быть, это так не воспринималось тогда. Это одно. А другое, Христос, он все-таки не идеализировал тот путь, по которому шел он сам, и по которому шли за ним ученики. То есть он их не обольщал, что вот сейчас пойдете к каким-то там очень благостным, очень удобным, очень выгодным путем. Он имел обыкновение всегда предупреждать, что их ожидает, если они последуют за ним. Он не, как сказать, не иллюзиями их питал, а реальностью. И он их и к язычникам повел на север Палестины, чтобы они увидели, какие там нравы царят, и с чем им придется столкнуться после его отхода к отцу. И здесь тоже. Вот ученик, который спросил, ну или человек, который хотел стать учеником, который спросил, он вот думал так, что, наверное, вот сейчас будет у меня, я научусь исцелять людей, буду там изгонять бесов, еще что-то такое будет у меня, и я буду уважаемым человеком. Может быть, вот это толкало, вот этого будущего ученика. Но Иисус, его как бы, как сказать, с небес на землю, как мы говорим, да? А тут наоборот, с земли на небо. То есть на небе другие законы, и там по-другому все рассматривается. Вот если ты ищешь славу здесь, на земле, и хочешь попасть на небо, то слава-то в смирении, во-первых. А во-вторых, страдания нужно какие-то еще претерпеть. Потому что мы живем в мире греха, несчастья. И здесь царит и боль, и скорбь, и злоба, и гнев, и чего только нет, ложь. С этим мы постоянно сталкиваемся. И ученику Христа это вдвойне, может быть, больно в этой атмосфере жить. Потому что сильнее это видишь. Потому что хочется другого. Да, да, да. Острее это все как бы воспринимается. И тебе уже грубость, уже не просто так, ну, как неприятность, а тебе уже как-то доставляет какую-то боль уже, может быть. И Иисус об этом предупреждал всегда учеников. Или часто, во всяком случае. Наверное, все-таки этой фразой, да, которую Иисус остановил этого желающего пойти за ним, он все-таки, ну, показал ему его сердце, да, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Кто узнает его? Но Бог-то знает сердце. И он ему показывает, что ты желаешь другого, а я тебе не предлагаю этого. Вот, то есть вот это вот по лукавству своему, вот часто-часто именно мы поступаем, ну, как бы хотим казаться правильными и хорошими. А на самом деле, то есть нас выдает это. Да, мотивы другие. Да, и Бог-то знает эти мотивы. То есть если он часто нам, например, говорит, не судите, потому что вы не знаете мотивов человеческих, а он-то знает, и он как бы показывает. И я думаю, что на примере как раз библейских повествований он помогает и нам проникать и понимать свои сердца и сердца окружающих нас людей. Вот, то есть это вот очень важные мотивы. То есть нам кажется, что поступки важны, а для Господа вот мы видим, что важны мотивы. Вот возвращаемся всё-таки к ключевой такой ниточке, то есть кто будет жить вечно. Вот об этом мы говорим. То есть, видимо, тот человек, о котором сейчас идёт речь, вот в том его состоянии, в котором он сейчас, он не кандидат в Царство Небесное, потому что им не то руководит. А вот опять же, возвращаясь к заявленной сегодня теме, вера, действующая любовью. То есть, какой выход у него, у этого человека? Потому что мы ведь не утверждаем, что он потерян для Царства Небесного. Иисус ему сказал, «Птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, сын человеческий не имеет где приклонить голову». Что вот это он хотел сказать этим? Что путь ученика, он достаточно тернистый, то есть, это не путь, там, на Мерседесе я въезжаю в ворота Небесного Царства, в роскошном, там, да, дымя сигареты, там, у меня тут ещё что-то есть. То есть, ну, не так, нужно себе представлять вход. А об узкой тропе Иисус говорил в других вот евангелиях, или, может, в тех главах, которые мы не рассматривали. То есть, тернистый, узкий путь. Он извилистый, он неудобный. Это не широкие врата и широкая дорога, по которой многие идут, и идут совсем не в Царство Божие. А вот ученика требовалось здесь действительно, вот мы правильно говорили про мотивы, что, какую веру ты имеешь, во что ты веришь, что ты любишь, какой любовь к кому, к чему ты движен, и рождает ли эта вера в веру именно, какой учил Христос? Вера в кротость, вера в воздержание, вера в смирение, вера в дружелюбие. Ну, и вот во все эти качества Духа Святого, о которых пишет нам Евангелие. То есть, если ты движен к чему-то другому, но не к божественным качествам, то тогда ты проходишь мимо Царства Божьего. Но не для тебя, просто тебе будет там, во-первых, неинтересно, а во-вторых, тяжело. Да, тяжело. Ты будешь мучиться там, в этом Царстве. Вот с такими качествами. Когда ожидаю я только высокого положения, только похвалы со стороны, еще что-то, выгоды какой-то. Нет выгоды. В ученичестве выгоды нет. Ты, может быть, этого ищешь, но, извини, я не имею даже дома, где приклонить голову. То есть, и у тебя не будет ничего такого. Ну, я бы сказала, что внешней выгоды нету, но внутренняя выгода есть. То есть, вот тот мир, который Господь дает, вот тот покой, то, в чем мы все нуждаемся, в мире и покое, нуждается каждый человек, каждое сердце. Это он дает, в этом выгоды. Конечно. Это преимущество, несравнимое ни с чем. Ничто этого же, такого же мира и покоя внутреннего, такой внутренней защищенности, ничто не дает. Ну да, но и более всего Господь дает любовь. То есть, то, о чем мы говорили, что вера действующая любовью, потому что, ну, Господь сам есть любовь, да? Бог есть любовь, да? И эту любовь он дает каждому из нас, чтобы в нас проявились те качества, которые вот Николай Генрихович перечислил. Ну, вот у апостола Павла они вообще, ну, просто выражены просто чудесным образом. И я буквально зачитаю три текста. Любовь долго терпит. Это где? Откуда ты читаешь? Это 1 Коринфянам, 13 глава. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется и все переносит. и любовь никогда не перестает. То есть это великая ода любви апостола Павла, которую, в принципе, это выражение характера Божьего. А такое возможно разве? Вообще, человеку такое возможно? Ну, вот любовь... Человеку это невозможно. Но все возможно Богу. Да, любовь все покрывает. Вот понимаете, что такое? Все покрывает. Вот все, без исключений. Всему верят. Без исключений. Да, да. А во вред себе, если это будет? А если ты веришь обманщику? Ну, вот мы видим, что Иисус, видите, Он поверил, дал шанс Иуде, который предал Его. Ну, вот Иисус сказал одному человеку, этот человек, он подошел к Иисусу сам. Это вот то, что лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде которые пойду за тобой куда угодно. Я понял, что ты Бог во плоти, и что ты имеешь такие бесценные дары, и ты наделяешь их людей ими. Я готов пойти куда, ты не пойдешь. Но Иисус остудил его вот этими словами, потому что, ну, не потому что, а этот человек проявил свою инициативу. Бог его не призывал. Вот о чем я хочу сказать. Есть такие тексты в Ветхом Завете. Я не посылал их, они сами побежали. Вот это про лжепророков. Бог говорит такое. Я не знаю, к этому человеку это относится или нет. Но то, что человек как бы без приглашения со стороны Христа заявил о своем ученичестве, это вот да. Но вот зато следующий текст говорит нам... То есть нельзя этого делать, да? Нет, это делать можно с правильными мотивами. Мы же говорили о мотивах. Вот если у меня мотивы... То есть через веру, действующую любовью. Чтобы у этого человека была вера, которая движет любовь и которая производит любовь, да? Никого из 12, кроме Иуда, ну, никто из них не выразил такое желание. Вот так, я пойду с тобой, Господи, возьми меня там, ученики. Всех призывал Иисус конкретно. Иди за мной, следуй за мной, следуй за мной, иди за мной. Иуде, он такого не говорил. Иуда, вот, кстати, Иуда, похоже, вот такие же слова услышал от него. Потому что Иисус иногда повторял, иногда даже слово в слово, то, что он говорил ранее. Иуде, возможно, было сказано тоже подобное, что этому человеку. Ну вот, а следующий текст другому сказал, следуй за мной. Вот тут Иисус призывает. Это как на контрасте, получается. Получается, что вот этому не говорил Иисус такого, он сам вызвался. А вот следующему человеку он сказал, следуй за мной. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Тот выдвигает условия. Мы такого не слышали, ни одного, нет одного из апостолов, из призванных. Все или молчали, или говорят, я пойду с тобой. Вот такое, чтобы, о, Господи, извини, у меня кое-какие дела остались еще, и мне нужно это дело обязательно сделать. И тогда я пойду с тобой. Этот человек... А Иисус не знал, что этот человек не готов идти за ним? Или он его призвал именно из любви, именно для того, чтобы дать ему шанс, ну, выбор правильный сделать? Скорее, второе, наверное, да. Потому что Иисус ему сказал, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствию Божию. Он видел в этом человека задатки. Он видел в нем, ну, дар, что ли, что это готовый проповедник, его только вот направь, и все. Ну, тут вот что-то слышится немножечко такое неправильное, антисоциальное. Если Иисус Христос сказал человеку, не хорони мертвого. Ну, как же так? Как это положено со всех точек зрения делать? Да. Если в нашей культуре вот это вот, применить сюда этот текст вот к нам, то да, это так. Но опять же, давайте вспомним, что 2000 лет назад были совсем другие люди, другие нравы, другая культура абсолютно. Это другой мир. Мы не можем сравнить вот мир сегодняшний с тем, который на Ближнем Востоке, там какие культивировались там нравы, традиции, это абсолютно другое все. И иногда нам кажется, да, действительно, шокирующим некоторые заявления от Иисуса исходящие или описания какие-то в Библии, что мы думаем, что-то чуждо нам совсем. Дело в том, что вот в прошлой программе Лена говорил правильно, что не хоронят там через три дня или там через сколько, потому что Клим не позволяет это делать и хоронят в этот же день. То есть если человек умер. То есть это явно идет не о таком действии, да, что у него умер отец, ему нужно сегодня его похоронить, а Господь говорит, нет, не делай этого. Тут идет как раз немного о длительном времени. Он говорит, что мне нужно позаботиться об отце моем и какое это время еще неизвестно, то есть оно может быть очень продолжительным. А он говорит, что времени-то осталось мало, ты должен пойти для того, чтобы благовествовать Царствие Небесное людям, которые готовы тебя услышать. То есть еще раз, отец этого человека был жив. Конечно. Ключ к пониманию этого текста, скорее всего, да. Вот в этом, что отцу требовалась забота с стороны сына, и сын должен, как он считал, ну и так традиция, должен был исполнить свой сыновидок до смерти, заботу об отце, пока он нуждается в этом и пока он не умрет. Потом он его похоронит, и тогда он будет готов следовать за Христом и выполнять свое призвание, которое Христос... Сколько времени до этого понадобится? Год, два, пять, десять? Неизвестно. У Иисуса всего полгода. У него нет времени. Как часто даже, просто мысль пришла такая, как часто нам кажется, ну вот я уйду на пенсию, тогда я и буду обращаться к Богу, тогда и в церковь пойду. А часто мы даже не понимаем, мы думаем, что мы что-то можем сделать завтра, а у нас с вами есть только сегодня. Поэтому Иисус здесь и говорит, ты сегодня следуй за мной, я тебя призываю, и то поручение, которое я тебе даю, оно важно для тебя и для окружающих тебя людей, и для твоего же Отца. Ты заботишься не о том, что надо, тебе нужно позаботиться о его вечной участи, а не о временной вот здесь вот проживании. То есть вот связанные с мертвыми, Иисус говорит, ну что с мертвыми, их уже ничем не спасешь, они уже мертвы, или они ждут воскресенье для Царства Божьего, или они ждут своей погибели окончательной, спокойной. То есть тоже во втором воскресенье, которое будет воскресенье нечестивых, да? Да, да, воскресенье. И потом вечная сия. Два будет воскресенья, как говорит сам же Иисус, Иван Глядтана, одни воскреснут для жизни вечной, другие для вечного поругания, посрамления, два воскресенья, разница и там в определенный период. Ну, тысячу лет. Тысячу, да, точнее, да. Поэтому... Еще раз, Иисус действовал с любовью, вот когда Он говорил, что «А ты следуй за Мной, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Это была любовь ради спасения этого человека? Мне кажется, да. Когда Христос призывает и направляет куда-то, то, очевидно, это очень важно для этого человека. Если Он что-то просит сделать для него, это крайне важно. Потому что, очевидно, Иисус видит, что ты готов для Царства Божия, если только пойдешь сейчас за Ним, если только выполнишь Его сейчас поручение или согласишься, что это тебе нужно сделать. Этот ученик не согласился с тем, что ему нужно сделать и решил, что Он лучше знает. Ну, как бы да. Вот это самонадеянность. И это все-таки журналистский прием еще Луки. То есть у Луки всегда всему свое время. То есть он понимает, что у Бога всему свое время. И он поэтому показывает именно такую последовательность, что важно сейчас. Сейчас откликнуться на то, тем более на призыв Бога, а ты отказываешься. То есть ты сам не понимаешь, от чего ты отказываешься. Ты отказываешься от даруемой тебе возможности, которые ты должен использовать для своего спасения и для спасения окружающих людей. То есть это очень важно понимать и осознавать. Задатки в нем были, в этом человеке. Да, он был практически готов к тому, чтобы идти благовествовать. Но вот одно только, одно только его удерживало. Я не знаю, какой мотив у этого человека был, что его конкретно остановило, но это была оговорка, отговорка, то есть, что вообще-то у меня отец еще есть, надо заботиться о нем, надо его вообще похоронить. А опять же, если возвращаться к мотивам, так мотивы, может быть, были и более такие комплексные, более сложные. Тут непонятно, что этим двигается человеком, но идти он благовествовать не желал. Вот можно такой вывод сделать. То есть на тот момент к жизни вечной не был готов. Очевидно, да. Он жизнь земную предпочел жизни небесной. Если так можно судить с нашей стороны этого человека. Ну вот мы о жизни вечной пока такими контурами пока не очень подробно говорим, но все-таки жизнь вечная, она уже здесь. Ведь вот не надо говорить о том, что не готов к жизни вечной, то есть не готов умереть и оказаться в Царстве Небесном. Ну, при воскресении. А мы говорим о том, что жизнь вечная уже здесь, она сейчас уже на земле. Ну, конечно, потому что Иисус, когда пришел, Он сказал, что приблизилось к вам Царство Небесное. То есть, если оно приблизилось, то оно начинается сейчас. То есть нельзя войти в Царство Небесное после смерти. Ты должен войти в него при жизни своей. То есть, что свяжется на земле, то с собой туда возьмешь. Там уже невозможно. Не Мерседес, да? Мерседес туда никогда не прорезает. Не прорезает он в узкую тропу. Да. Вот. То есть она начинается сейчас. Это жизнь вечная. То есть ты делаешь выбор. Или ты идешь за мной, или ты идешь от меня. То есть ты идешь в противоположную сторону. Ты Царство Небесное не выбираешь. Но опять же, возвращаясь к Мерседесу, совершенно не осуждаем тех, у кого они есть, или те, кто увлекаются особыми марками автомобилей и считают это интересным таким моментом в своей жизни. Ничего плохого в этом нет. Просто он там не пригодится. Да. Ну и если сердце ваше не привязано к нему, то есть это для вас просто средство передвижения, а не что иное. И в Царстве Божьем нет смерти. Там никто не умирает никогда уже. Да. Вот этот вопрос я, кстати, хотела задать. Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Это вот сложная, сложная всегда была для меня фраза. Вот, может быть, про это тогда поговорим? Некоторые трактуют, что тут говорится о духовных мертвецах. Но тогда как определить? Он говорит, Иисус посылает человека проповедовать в общем-то духовным мертвецам, которые не слышали вести. Они еще не знают ничего. Это идея благовеста и спасай их. Они не спасены еще. То есть они духовно мертвы. Они еще для вечности не приготовлены. Таким образом противоречия. Почему же он говорит, предоставь тогда их сами к себе. Пускай сами они в своем соку варятся, погребают сами себя, проповедуют сами себе. Я думаю, что это не об этом речь. Скорее всего, это о царстве мертвых говорится. У нас такая популярная теория присутствует, что человек после смерти не умирает до конца. Что душа остается жить. Да, душа остается жить. Это очень популярно в течение уже нескольких тысячелетий. Может, это из языческого мира пришло, еще древнее. В Библии не говорится такого. Некоторые пытаются как раз в Библии найти вот такие тексты, которые подтверждают эту точку зрения, что душа после смерти отлетает на небеса или куда-то еще. В преисподнюю. В преисподнюю, в огонь. Но если почитать повнимательнее Писание, то есть только два состояния – жизнь и смерть. Между ними ничего нет третьего. Адаму было сказано, что если ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. Ты сейчас жив, а тебя, собственно говоря, не будет. Ты обратишься в прах. Тоже так же. И некоторые тексты из Ветхого Завета говорят, например, Экклезиаса, что когда человек умирает, то тело его опять возвращается в прах, а дух, который Бог дал когда-то первому человеку, да, это дыхание жизни, оно к Богу возвращается. То есть Бог дает жизнь. Мы должны твердо в этом быть уверены, что только Он. Человеку это невозможно. дать кому-то жизнь из неживой природы, сделать живую, тем более мыслящую еще. А то, что человек рождает детей? Ну, это как бы сказать, живой человек рождает живого, да? Но это как бы наша плоть, это наши живые клеточки. Это не взяли прах, собрали там земли. И сотворили. Оживили там, да, как творцы. Ну, да, отчасти творцы. Бог дал нам эту возможность, способность, качество. Но никто никогда не сделает жизнь из неживой материи, из человеков. Это может только Бог сделать. И поэтому процесс смерти – это как бы процесс, обратный сотворению жизни, как описано в Писании. И где тут душа, непонятно. Вернее, понятно, душа-то как раз есть человек. Весь в комплексе. Его мыслительная способность, чувства его, его физиология. Все это душа. Вот как стал человек душой живой. Вот как Писание говорит. Живым творением. Живым, да. Живым творением. Душой. Да, живой душой. Кстати, Писание говорит и о мертвой душе. Это уже. Нефешмет такое есть выражение. Некоторые тексты также применяют. Это на древнееврейском, да? Да, да, да. Нефеш – душа. Нефеш – хая, как вот живая душа. А есть нефеш – мэт еще. И что это? Это душа мертвая. Ну, то есть, души, по сути дела, нет. Если мертвая. Ну, то есть, умер человек. Умер человек, да. Но душа еще это может как жизнь, да, быть. Потому что мы же с вами уже говорили, по-моему, текст, да? Кто душу свое… Сбережет. Да, тот ее потеряет. А кто ее потеряет, тот ее как бы сбережет. То есть, это жизнь свою можно отдать на служение Господу, да? И тогда ты получишь жизнь вечную. А если ты будешь беречь свою жизнь и не действовать, и никуда не ходить… И не идти за Христом, вот мы сейчас собираем этот случай. Ну, есть более однозначный, просто однозначный текст, который говорит, что душа согрешающая, она умрет. Ну, душа умрет, то есть, человек умрет весь, полностью. Жизнь от него уйдет, да. Жизни не будет просто в нем, никакой. Хорошо, возвращаемся тогда, все-таки, я не знаю, затягиваю я или нет. Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. Как мертвая душа может хоронить другую мертвую душу? Вот мне на кладбище помогло понять, ну, не понять, а хотя бы представить, как это можно понимать. Вот у меня папа, когда умер, мы заказали двойную могилу, то есть, двухъярусную. И когда умерла мама, мы положили второй групп на первый. То есть, получается, что один оказался под другим. И вот меня тогда пришло в голову, а вот один мертвец как бы погребает другого, что ли. Покрывает. Покрывает, как бы, да, вот этот покров такой. Ну, вот некая такая слоями, что ли. Мы все превращаемся в прах в итоге, то есть, вот в земные элементы. И одно, другое, это на третье. То есть, как с поколениями вот это все, вот это все как бы наслаивается, наслаивается. И получается такое царство мертвых, образно, опять же, в язык, где одни мертвецы находятся над другими, над третьими, покрывает, как бы хоронят, что ли. Я так понял, в конце концов, вот это место. Поэтому вот я бы вот к этому вот такого взгляда бы придерживался и дальше. Потому что Иисус говорит о царстве мертвых, которым уже ничто не поможет. Это уже несуществующие люди, если говорить о людях, души, да, их нет. Они превратились в прах. Что толку им там благовествовать или что-то еще делать с ними? Это бесчувственные тела. Разлагаемые. С ними уже ничего не... Судьба их решена. А вот теперь тебя я посылаю благовествовать в царство Божие, в царство жизни, живущим людям, которые еще... Чтобы их судьба была решена в пользу царства небесного, а не в пользу смерти, да? То есть вот опять же, если ты веришь в меня, эта вера должна действовать любовью к этим людям, которым я тебя посылаю. Коль, я сейчас поняла. Спасибо большое. Потому что мы в прошлый раз тоже затронули этот вопрос «позвольте мертвым хоронить своих мертвецов», что они погребают друг друга. Вот сейчас я поняла, что ты имеешь в виду. Ну, это моя точка зрения. Я вот такого не встречал. Ну, это... да. Ну, мне кажется... Мне это более понятно, что ли, вот тогда слова Христа и его вот... То, что он направлял человека к живым. И, скорее всего, наверное, прежде всего к отцу. Вот ты записал его уже в мертвецы своего отца, а ты вот можешь сделать его живым, если ты заботишься о нем, о его судьбе. Так вот ты его можешь решить, эту судьбу, если ты ему расскажешь о небесном царстве, благорестуешь Евангелие. Ему в первую очередь. Живым для вечности. Точно так же, как и мы делаем в своих семьях. Мы же в первую очередь говорим близким нашим. Послушайте, что я услышал, что я узнал, да. Вот среди вот этих людей мы первое, что мы делаем в благовестии, это им рассказываем о Боге. Знакомим их, что ли. Потому что нам дороги эти люди. Мы их любим. Мы хотим, чтобы они были с нами. И тоже так же верили, любили Бога. Ну вот ты очень хорошо сказал, да, что мы как бы, ну, озабочены, как бы, заботой о своих ближних, да. Но всегда ли так бывает? Вот узнав, и в принципе, вот здесь, наверное, тот случай, когда узнав весь о царстве Божии, да, человек не хочет пойти благовествовать другим, да, и тем самым не хочет благовествовать своей семье. Ну да, то есть любовь к отцу как бы. Может быть, и мы иногда бываем похожи вот на этого призываемого молодого человека, или я не знаю, как может быть, он уже зрелого возраста, вот. Но тем вот не менее, мы все-таки ответственны перед Богом за своих близких. Именно за детей, за свои семьи, за свои вторые половины. Ну, прежде всего, это нас движет же любовь. Вот то, что мы делаем, это наша вера, она движет любовью к ним. Мы же их хотим тоже спасти, потому что понимаем, что спасение только в Иисусе, только в нем. Их вот всеми силами пытаемся стучаться на них. Ну, когда же они поймут, когда же они уверуют тоже? Потому что мы их любим, и потому что нас любит Бог, и потому что их любит Бог, может, больше, чем нас. Дорогие друзья, ведь вот каждого из нас Господь призывает, чтобы мы благовествовали друг другу. И не надо опираться, ну, не знаю, там, на какой-то богатый или бедный опыт свой и говорить, что я не знаю, что мне сказать. Вот говорите так, как вам Господь даст, так, как вы его понимаете, так, как вы его познаете. И мы очень счастливы, что мы можем его познавать все больше и больше на этих наших с вами встречах. Вот познание Бога, да, такую стату сегодня вспоминала, что вера есть, чтобы знали, Лен, подсказывай. Да знают тебя единого истинного Бога, сия есть жизнь вечная. Да, сия есть не вера, а сия есть жизнь вечная, о которой мы сегодня говорим в очередной раз. И как дальше? Да знают тебя единого истинного Бога и послал тобой Иисуса Христа. Да, да. То есть познание Бога, вот то, что нами должно руководить, и оно дает счастье в конечном итоге нам и нашим близким, и нашим дальним, кому мы проповедуем. Причем, Юлия, вот этот текст, это же молитва Господа Иисуса Христа в преддверии своего же Креста, вот прямо в Гефсимании где-то в это время. Иоанна 17 глава, да? Да, 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 да. Вот эта молитва Его, прежде всего, за мир, за себя и за учеников. Вот Он молился Отцу, и вот эти слова, сия есть жизнь вечная, знание Бога, да, любовь к Богу, то есть. Да. А я вот просто, ну, мы сейчас начали об этом говорить, когда Иисус призывает нас, и когда мы следуем, и я вспоминаю свой опыт. Вот для меня, вот поворотным моментом призыва к Богу была вот именно весть о любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот для меня этот текст, он просто записался, и я понимаю, что вот Божий… Записался в сознание. Да, записался в сознание, что только любовь движет Богом в вести спасения, в вести его, ну, всей жизни и всей его жертвой, которую он осуществил. То есть именно его любовь. Ну что, Коль, мы до конца девятой главы так и не дошли, по-моему, да? Ну, осталось… Мы в прошлый раз говорили об этих текстах тоже, что никто, возложивший руку на плуг, неблагонадежен. Но не хочется говорить вот о негативном, что ли, о том, кто не войдет в Царствие Божие, а хочется говорить о том, что туда войдут люди, которые научились любить вот здесь, на земле. И вот этому нас Христос учит. Ну что же, слава Господу за еще одну встречу, за сегодняшний разговор. Мне самой как-то все глубже и глубже становятся понятны эти вещи. Надеюсь, что вас тоже привлекают эти разговоры. Мы это видим по тем отзывам, которые вы оставляете, по вашим пожеланиям, по вашей благодарности. Слава Господу и ждем новых встреч с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»